Всем здравствуйте, меня зовут Южаков Антон, и это очередной выпуск «Ответов на вопросы». Вопрос первый. Добрый день, Антон. Что вреднее для яичек, когда они засыпают на курсе или когда избыточно стимулируются на терапии кламифена? С одной стороны, если подумать логически, то вроде бы, если орган отдохнет какой-то промежуток времени, то потом он начнет работать лучше. Я так тоже когда-то думал достаточно давно, и логика вроде бы в этом есть. И даже есть старые схемы медицинские, когда колется тестостерон какой-то промежуток времени, а потом отменяется, и вроде бы яички должны были типа отдохнуть и начать работать лучше. Но на практике за годы своей работы я скажу, что, конечно же, после курса тестостерон снижается. И снижается он значительно ощутимо. Люди, с которыми я работаю очень давно, по несколько лет, по 3, по 4, по 5 лет, и с которыми мы делаем периодические курсы, после чего терапию по повышению тестостерона, я замечаю, что приходится делать больше дозировки кламифена, тестостерон может держаться хуже. И, соответственно, мы видим, что курсы все-таки в длительной перспективе приносят определенный вред яичкам. И они начинают работать хуже. Это может быть как за счет того, что ухудшается непосредственно сама работа яичек при одинаковом уровне ОГЭ, начинают хуже выделять яички тестостерон. Так, в некоторых случаях их хуже отзывается гипофиз на стимуляцию антиэстрогенами. Чаще все-таки сами яички хуже выделяют тестостерон. Что касательно терапии по повышению тестостерона кламифеном, если мы избыточно будем стимулировать, собственно, яички на повышение тестостерона, в данном случае у меня тоже есть достаточно много опыта в этом плане. Плюс мы даже делали эксперимент с очень сильным повышением лютонизирующего гормона. Я выкладывал результат, и мы видим, что очень длительное, сильное повышение лютонизирующего гормона и, соответственно, сильная стимуляция яичек не приводит потенциально в будущем к ухудшению секреции тестостерона. Это можно заметить как в собственности этого эксперимента, так и в других случаях, когда я делаю терапию по повышению тестостерона, и мы делаем достаточно высокий уровень либо тестостерона, либо высокий уровень ЛГЭ, за счёт чего нормальный уровень тестостерона. Всё это держится хорошо, и даже в длительной перспективе бывают случаи, что со временем яички начинают работать лучше, и за счёт этого может либо держаться уровень тестостерона, постепенно снижаясь ЛГЭ, либо мы видим, что лучше повышается уровень тестостерона при том же уровне ЛГЭ. Вот такая вот ситуация. Поэтому, да, стимуляция яичек, по сути, более безопасна, чем их отключение. Вопрос второй. Атон, здравствуйте. Продолжите тему сна на курсе ИГЗТ. Фенибут, габа, мелатонин – это хорошо, но после них полдня ходишь приплюснутый. Начинаются качели с кофе. Поделюсь услышанными на просторах интернета другими народными вариантами. Мой последний рецепт по 600 грамм магния и глицина. Значит, что я скажу с практики? Я скажу, что действительно, если пить большие дозы, допустим, фенибута, либо габы, либо большие дозы мелатонина, то могут быть проблемы утром с пробуждением. Чтобы этих проблем не было, нужно, первое, это корректно подобрать под себя конкретно дозу всех этих трех препаратов, которые вы используете. Обычно фенибут и габа вместе не мешаются. Используется либо фенибут, либо мелатонин. Точнее, либо фенибут, либо габа. Мелатонин может добавляться уже отдельно. Что касательно фенибута. Я скажу, что по фенибуту я пробовал как большие дозы, так и маленькие дозы. Я пробовал использовать и по две таблетки три раза в день. Тогда действительно ходишь немного целый день приплюснутый, да, можно так выразиться. В общем, голова варит вроде нормально, но как-то сильно неактивный, сильно пассивный становишься в течение дня. Хотя, если что-то делать там, то голова работает нормально. И я пробовал пить только перед сном, собственно, фенибут. И пробовал пить как по 250, так и по 500 мг. С опыта лично своего скажу, что разницы в качестве сна в засыпании между 250 и 500 я особо не почувствовал. Но в пробуждении, да, действительно легче, скажем так, утром проснуться, когда пьется 250. То же самое касается мелатонина. Мелатонин можно пить там и от 3 мг, и до 15 мг перед сном. Очень все сильно зависит и от вашего веса, и от того, как, собственно, вы засыпаете. Лично я пью 10 мг мелатонина. Какие основные вообще, скажем так, правила с мелатонином? Что нужно делать для того, чтобы, во-первых, спать нормально, а во-вторых, не было вот этих вот проблем, скажем так, утром? Надо нормально быстро уснуть, хотя бы в течение часа. Ни в коем случае нельзя выпить там мелатонина, потом там может спать через несколько часов. Вот тогда сон начинается очень прерывистый. Вы не можете заснуть, потом часто просыпаетесь, кажется, что вы вообще не спали, а состояние такое, вроде вы полуспали, полубодрствовали. И это действительно есть такое с мелатонином. Поэтому типа мелатонин, фенибут, желательно пить непосредственно перед сном. Выпили, ну и пошли там в кровать, почитали или что-то поделали. И ложитесь спать в течение там 15-30 минут после того, как вы выпили препараты. В течение там получаса вы уснули, и тогда утром все будет окей. То же самое касается других препаратов, типа если пить карвалол, или там карвалдин, или там другие, в общем, всякие травки, да, сердечные, которые успокаивают. Они тоже достаточно хорошо работают, но тоже надо подбирать, собственно, дозы. Там 10 капель, 20 капель, 30 капель, всех по-разному. Если переборщить, то да, утром может быть не очень хорошее самочувствие. По поводу глицина магния. Лично я пробовал, но относительно того же мелатонина и того же фенибута, то я вообще не чувствую никакой разницы в ни качестве сна, ни скорости засыпания. Поэтому, может быть, кому-то, кто вообще ничего не пробовал, как первое, что попробовать, это может сработать. Но, если вы находитесь на этом годами, там на каком-нибудь мелатонине, то вряд ли вам поможет глицин, во-первых. Во-вторых, если у вас прям действительно сильные проблемы со сном, если вы часто просыпаетесь, если вы долго засыпаете, тоже я не думаю, что глицин с магнием поможет. Я глицин пью очень долго, я потом его убрал в определенный момент, я не заметил вообще никакой разницы между тем, пью я его или нет. Если я, допустим, убираю там барбовал, к примеру, то разница там мелатонин и барбовал или мелатонин без барбовал, я чувствую. Но разницу с глицином я не почувствовал вообще. Вот такой, собственно, мой опыт. Следующий вопрос. Антон, здравствуйте. Озвучьте, пожалуйста, свое мнение по поводу снижения ГСПГ. Почему, по вашему мнению, до сих пор нет препаратов, которые бы связывали ГСПГ? Неужели монополисты фарминдустрии до сих пор не поняли, что такие препараты необходимы огромному количеству граждан? Значит, во-первых, я не сильно поддерживаю мнение, что есть какие-то фармкомпании, заговор, и все пытаются всем навредить, подсадить всех на препараты, вот это все. Я не сильно придерживаюсь вот этих всех теорий у заговора. Я считаю, что есть фармкомпании, которые разрабатывают препараты, когда у них получается разработать что-то хорошее, вести это на рынок, то скорее это плюс, чем минус. Как бы никто вас не заставляет эти препараты принимать. Ну, как бы считаете, что фармкомпании злые, плохие, но не используйте препараты. Как бы это же все добровольно. Никто никого ничем не пичкает насильно. Это первое. Второе. Что касательно того, почему нет конкретно препаратов для снижения ГСПГ. Я вижу в этом две причины. Причина первая. Для того, чтобы разработать препарат, в среднем нужно от 5 до 10 лет и около 5 миллиардов долларов. Поэтому все это не быстро. Но основная причина, я считаю, что это еще не время. Потому что если почитать, скажем так, выводы андрологических симпозиумов, то, что они обсуждают, то, в принципе, сейчас обсуждаются вещи такие, как делать анализы в крови, либо в слюне. И какой тестостерон в целом важнее, общий или свободный. Почему нужно ставить диагноз дефицит тестостерона по, скажем так, общему тестостерону или по свободному. Я предполагаю, что в ближайшие годы все-таки сделают выводы о том, что свободный тестостерон важнее. И, собственно, ставить диагноз нужно именно по свободному тестостерону. И вот тогда уже начнут работать не только с повышением общего тестостерона, но и с снижением ГСПГ. Непосредственно в тех случаях, когда ГСПГ нужно снижать. Чаще всего в данный момент официальная медицина не использует дериват и ДГТ для снижения ГСПГ, а использует большие дозы тестостерона. Потому что если поставить большую дозу тестостерона, так же снизится ГСПГ. Целесообразно ли это? Я считаю, что более эффективно добавить какие-то там четвертинки кламифена, четвертинки стонозолова и быстренько снизить ГСПГ, не прибегая к огромным дозам тестостерона. В моей практике это работает лучше, хотя я пробовал большими дозами тестостерона. Это дольше, это лишняя нагрузка на организм от больших доз тестостерона. Поэтому я использую стонозолол. Но в целом я думаю, что ближайшие лет 10 потихоньку все к этому придут, потому что работает все обычно следующим образом. Есть светилы в лабораториях, которые всем этим занимаются. А потом они свои данные, скажем так, показывают на симпозиумах, где все это обсуждается, принимаются конкретные решения, а потом разрабатываются конкретные схемы лечения, а потом собирают уже обычных эндокринологов и тому подобное. Их обучают новым схемам лечения. Плюс ко всему этому часто новые схемы лечения появляются за счет производства новых препаратов. Поэтому если будет препарат эффективный по снижению ГСПГ, возможно это ускорит процесс развития, скажем так, эндокринологии в сторону снижения ГСПГ и увеличения свободного тестостерона. Либо наоборот, когда поймут, что нужно снижать ГСПГ и увеличивать свободный тестостерон, тогда фармкомпании займутся разработкой препаратов конкретных для снижения ГСПГ. В общем, я думаю, что вот примерно это нас ожидает в ближайшем будущем. Вопрос следующий. Препараты разрабатываются для обычных людей, потому что обычных людей 7 миллиардов, которые используют препараты, а элитных топ-спортсменов, которых выступают на Олимпийских играх и тому подобное, дай бог, чтобы их было миллион. Разрабатывать для них что-то крайне нецелесообразно, потому что непонятно вообще, когда это все окупится. Это будет очень-очень дорого, потому что 5 миллиардов на одного, скажем так, на один препарат. Не факт, что себя вообще когда-то окупят в спорте, когда в спорте, скажем, я думаю, что это бюджеты иногда некоторых олимпийских команд в достаточно больших стран. Поэтому все разрабатывается для обычных людей, а потом уже в спорте используется то, что имеет какой-то положительный эффект на спортивные результаты. Вот, в принципе, все это перекочевало с обычной медицины. Тот же тестостерон, который основа допинга, это синтезированный гормон для лечения гипогонодизма. То, что его ставят в огромных дозах для роста мышечной массы и развития физических качеств, это уже как бы допинг. Но в целом он не разрабатывался изначально для спортсменов. Точно так же все другие анаболическо-андрогенные стероиды не разрабатывались для спортсменов. Они просто были внедрены в спор тогда, когда осознали, что там есть эффект. Что появилось из последнего? Ну, наверное, во-первых, гормон роста, который стал существенно дешевле за последние десятилетия. Это раз. И плюс, наверное, огромное количество различных пептидов. Вот, собственно, пептиды плюс гормон роста – это то, что в последнее время, скажем так, в большей степени используется в спорте. Ну и плюс надо понимать еще самую главную вещь, что в принципе все мировое сообщество, все страны, Международный Олимпийский комитет и все остальные, они борются с допингом. Поэтому, как бы, не совсем корректно, с одной стороны, бороться с допингом, а со второй стороны, как бы, вкладывать миллиарды миллиардов в том, чтобы где-то что-то в лабораториях сделать для тех же спортсменов. Поэтому я думаю, что этим никто направленно особо не занимается. Вот примерно такое мое мнение по этому вопросу. Значит, вопрос следующий. «Привет! Насколько негативно влияет ГЗТ на зачатие? К примеру, через пару лет насколько успешно возможно восстановить фертильность и зависит ли шанс от сроков ГЗТ?» Значит, в большей степени это зависит не от срока ГЗТ, а от изначальной ситуации. Если вы изначально имели, как бы, гипотетические три ситуации, да, если там первичный гипогонодизм и изначально вы стерильны, то, в принципе, вы стерильны, мы останетесь и на ГЗТ, и даже если вы с него слезете. Вторая ситуация, если у вас вторичный дефицит тестостерона, или приобретенный какой-то там первичный, но спермограмма у вас просто плохая, но, возможно, зачатие есть, в таком случае после ГЗТ будете вы делать его 2 года или там 10 лет, это уже повлияет, по сути, на скорость восстановления на послекурсовой терапии, ну, условно, терапии, которая идет после гормонозаместительной терапии для восстановления собственной секреции гормонов и улучшения сперматогенеза. Это может занимать там от 2 месяцев и там до полугода, иногда до года, если вы находились на этом очень-очень долго. Что касательно третьей ситуации, если вы сели на гормонозаместительную терапию просто потому, что вам захотелось, у вас были нормальные анализы до начала, в таком случае вы становитесь вы еще быстрее, и даже есть большие шансы, если вы колите хронический гантропин, просто начать ставить его в большей дозе и сделать зачатие даже непосредственно на самой гормонозаместительной терапии. Поэтому, если вы изначально нестерильный, то гормонозаместительная терапия стерилизует вас на время, но не полностью. Отменить и восстановить сперматогенез возможно. Следующий вопрос. Антон, привет! Очень хочется услышать твое мнение на тему того, как правильно и по науке подбирать оптимальный вес на снаряде и как правильно делать прогрессию весов. Как понять, что вес пора добавлять или наоборот убирать? Неужели кто-то вспомнил, что я еще и тренер, и когда-то занимался спортом? В общем, вопрос такой, ответ на него такой, что это все очень сложно, но я приведу несколько простых примеров, чтобы было понятно, как это делать. Как я это объясняю, допустим, своим подопечным, кого я тренирую? Значит, есть пример. К примеру, вы жмете гантели. 10 кг, 3 подхода по 10 раз. Вот вы сделали на эту тренировку. И последние повторы вы сделали с минимальным запасом. Вы пришли на вторую тренировку, там, условно, через неделю, и вы чувствуете, что первые два подхода вы сделали легко. Вы можете взять 12 кг и сделать там 9 раз, к примеру. Вы понимаете, что вы сделали чуть-чуть меньше, но 12 на 9 это лучше, чем 10 на 10. Поэтому вы на следующую тренировку приходите и пробуете уже свежим сделать 12 кг. Вы, допустим, сделали два подхода, 12 кг по 10, а на третий подход вы чувствуете, что вам уже тяжело, и вы сделали 10 кг снова на 10 раз. И с одной стороны уже можно заметить, что определенная прогрессия есть. И потом вы уже делаете там на тренировку 12 кг по 10 раз. Тем самым вы линейно прогрессируете. Вы просто пытаетесь соблюдать определенное количество повторений, в то же время просто добавляя вес. Это самый, скажем так, простой линейный способ. Есть еще более сложные способы, когда вы, допустим, жмете на одну тренировку 10 кг на 10 раз, на вторую тренировку 12 на 8, на третью, допустим, 14 по 6. А потом на четвертую тренировку вы пытаетесь сразу взять 12 и пожать уже не по 8, а по, допустим, 10 раз. Это уже будет как переменное циклирование. Это тоже работает, это уже более сложная, скажем так, схема. Использую я, в принципе, чаще все-таки в базовых упражнениях переменное циклирование, а в, скажем так, всех остальных упражнениях линейное, потому что оно проще. Ну и все сильно зависит от уровня тренированности. Когда вы новичок, вы можете быстро линейно добавлять, и тогда вы будете видеть очень легко прогрессию, потому что она достаточно быстрая. И вы можете каждую тренировку там по чуть-чуть, по чуть-чуть добавлять. В то же время, когда вы на достаточно высоком уровне, то чтобы условно перейти с гантелей 32 кг на 34, иногда требуется достаточно много времени. Поэтому вы работаете 32 кг по 10, 34 по 8, 36 по 6. И вот так вот плавно, сделав 3 тренировки, вы добавляете уже аж на четвертую. А новичок может добавлять практически чуть ли не на каждую тренировку. Вот, собственно, в этом основная разница. Это, я бы сказал, даже не совсем научный способ. Это способ, который эмпирическим путем показал свою эффективность. Потому что я его использую очень давно. Я его использовал и сам на тренировках, и сейчас, когда я тренируюсь, если я хочу где-то в чем-то прогрессировать, то я использую там и линейное, и, скажем так, переменное циклирование. Вот, к примеру, если я не подтягиваюсь вообще, я там могу полгода не подтягиваться, то я могу приходить первые там 5, 6, 7, 10 тренировок, я могу просто пытаться линейно добавлять. На каждую, скажем так, тренировку подтягиваться больше, чем на предыдущую. Ну, когда я уже выхожу на какие-то большие, скажем так, условно для себя результаты, то я начинаю уже включать переменное циклирование. Вот, сначала я подтягиваюсь без веса, потом я начинаю добавлять вес, а потом я уже начинаю циклировать вес. Где-то добавлять вес, но уменьшать повторы, где-то добавлять повторы, но уменьшать вес. Это вот как пример. Следующий вопрос. Здравствуйте, Антон. В каком случае больше вероятность порвать грудь при жиме? При субмаксимальном весе на раз или при меньшем весе в большем объеме? К примеру, разовый максимум 160, на тренировках работаю 120-140. Но в последнее время, насмотревшись травм на видео, страшно ходить на веса 150+. Можно ли практиковать их и как часто? Категория 90. Значит, я рвал грудь 4 раза. 4 раза все эти были на разном весе. Последний раз у меня был надрыв буквально недавно, месяца 3 или 4 назад. Это мне что-то захотелось пожать и неудачно. Значит, я рвал грудь как на максимальном весе, тот, который я мог поднять на раз, так и на субмаксимальных весах. В общем, и на 100%, и на, грубо говоря, там 80+. Также я рвал даже грудь и на достаточно небольших весах, скажем так, 70%. Но все, все эти, скажем так, подходы, в которых я травмировался, объединяло одно. Это то, что все эти подходы были максимально тяжелые. В одном случае я жал на раз максимум, в другом случае я жал на 3 или 4 раза. В третьем случае я жал по 10 раз. Я рвал грудь на первом подъеме, скажем так, при опускании. Я рвал при четвертом подъеме, при подъеме я рвал на 8. Вот последний раз был очень маленький вес, но там была ошибка, связанная с тем, что я очень долго не жал. Потом я сделал буквально несколько тренировок, и буквально третья или четвертая тренировка была достаточно тяжелая. Это была, ну, просто тупо банальная ошибка тренировочного процесса. Этого просто не нужно было делать, я где-то это понимал, но надеялся, что я проскочу на авось, потому что вес вроде бы как бы небольшой, объективно был, но порвал грудь. Поэтому чаще всего риск травмы большой в тех случаях, когда вы пытаетесь выложиться максимально. Когда вы пытаетесь делать либо максимальный вес, либо вес на максимальное количество повторений. Если работать в пауэрлифтерской схеме, в нормальной, адекватной, в субмаксимальных усилиях, риск в субмаксимальных усилиях порваться намного меньше, чем в принципах каких-то максимальных усилий. Как у американцев больше идут субмаксимальные усилия, там СНГшные, какие-то советские тяжелоатлетические схемы, там идут субмаксимальные усилия. На мой взгляд, с моей практики, там порваться риск намного меньше. Я ни разу не рвался на подходах, которых я делал не до отказа. Все подходы, которые были, где я получал травму, были до отказа. Поэтому вот такой мой опыт. Плюс еще иногда можно получить травму, если вы делаете не до отказа, просто в тех случаях, если вы перебрали объективно с объемом. Если вы делаете очень много тренировок, очень тяжелых, и просто набираете огромный объем, от которого вы просто не можете восстановиться. Если вы жмете даже субмаксимальные веса и даже не до отказа, но при этом вы просто банально еще не восстановились, тогда тоже можно травмироваться. Вот, собственно, такой опыт. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кого интересуют личные консультации, вы можете ко мне обращаться. Как со мной связаться, есть в описании к видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.